Друзья, всем привет! Я сегодня хочу вам показать, как цветет ползучий чабрец. Это пряный почвопокровник. Высота около 4 см, плюс цветоносы около 5 см. И цветет нежными мелкими цветочками. Очень пряная тракка, можно добавлять в блюда. И летает очень много насекомых здесь. Также я расцвела лабелия, это серия ривьера. Я в этом году выращивала три расцветки. Очень яркая, красивая. Две другие расцветки в другом цветнике. А это тоже кустовая форма лабелия, обычная. Вот она только-только набивает бутоны, будет белого цвета. На контрасте красиво будет смотреться. Это видео будет разговорное. Я хочу ответить на комментарий, который написала женщина, к видео, где я гуляю по саду и показываю свои цветники. И она озадачилась вопросом, как можно создавать такие цветники, живя в провинции, на какие деньги, как можно заработать. Вот такие вопросы. Она тоже живет в провинции. Муж, работает она или нет, я не знаю. Муж на вахтах, но денег совсем не хватает. Откуда вы берете деньги? Она у меня спрашивает. Я ей ответила по-простому, но человек не унимается. И в последнем сообщении вообще написала, что живя в деревне, в провинции, еще раз повторюсь, надо еще вас проверить, каким вы образом зарабатываете деньги. Я человеку объяснила, что я живу в деревне, в Подмосковье, в Московской области. Работаю я в городе. Вот этим я и живу. Чтобы создать вот эту всю красоту с нуля, я хожу на работу и работаю. Вот этим самым я зарабатываю деньги, выделяю кое-какие финансы, собираю, если это растение дорогое, и только тогда и покупаю. На самом деле, создавая вот эти все цветники, это мюксбордер у меня самый большой, ривьера. Я хочу, это не оправдательное видео, я просто хочу. Например, этот цветник я делала сама, своими руками, и мне здесь помогали члены моей семьи. Я никого здесь не нанимала. Растения здесь все купленные из дорогих растений, можно пересчитать на пальцах одной руки, буквально. Все остальное это или мне дарили, или я обменивалась растениями, или я выращивала все из семян. Я вкратце просто хочу вам показать на своем примере, как я создавала этот цветник. Вот, допустим, взять эту овсяницу. В Московской области вот такой куст стоит 600 рублей. У меня здесь 10 кустов. Я вырастила все из семян. Два года назад я купила пакетик за 20 рублей и вырастила эту овсяницу, не покупая. Лабелию, семена недорогие, по 10 штучек. Купила, вырастила, высадила. Лаванда вся по краю. У меня на участке, сейчас уже и в горшках, и в открытом грунте больше 100 кустов лаванды. Я вырастила все из семян. Пакетик стоит 20-25 рублей, там 7-10 семян. Этого достаточно. Вот эти все хосты, купленные корневищем, недорого. Буквально одной почкой это все выросло. Смотрите теперь, какая это красота. Вот этот чабрец мне дала соседка буквально 3 маленьких куртиночки. Я здесь высаживала, есть это видео. И теперь смотрите, какая красота. Лесница покупалась. Это тоже деревья эти покупались маленькими. Они были недорогие. Вот это почвопокровник седум. Три куртины огромных. Я покупала в маленьких горшочках. И вот за два года они вот так разрослись. Эту я гортензию покупала, тоже небольшую, недорогую. Вот лесница. Это одна из самых, можно сказать, дорогих. Но я ее покупала маленькая буквально. Вот три года назад, третье лето. И она стоила адекватную цену. Вот это леатрисы. Покупала по оценке вот эти луковички. Они были вообще убиты. Каждая луковичка стоила то ли 5, то ли 7 рублей. Вообще они были высушены. Я их выходила. Вот растет леатрис. Смотрите, уже какая куртина гортензии. Вот они опять леатрисы. Я их выходила. Растет, смотрите, какая теперь уже здесь поляна. Это аквилегия. Тоже мне отдала женщина с каким-то цветком. Просто попался маленький корешок. Вот выросла вот такая лобелия. Это камнеломка. Я выращивала из семян. Пакетик. 15 буквально рублей вырастила. Смотрите, уже какая куртина. Вот эти все хосты, которые здесь сидят, это мне отдали соседи, потому что они делали пристройку и расформировали свой сад. И чтобы не выбрасывать, отдали мне. Я их посадила бесплатно. Вот этот чубушник. Когда-то лет 7 назад привезла мама из Башкирии. Растет. Вот этот барбарис. Куплен за 100 рублей. Очень в полумертвом состоянии. И смотрите теперь, какой он красавец. Вот эти все можжевельники скальные. Я покупала маленькими. Смотрите, теперь они какие большие. Горшок был литровый. Вот это, да, дорогая. Это подарок моего мужа. Леатриса. Смотрите, какие огромные стали. Это Вероника тоже покупала. Очень маленьким растением. По распродаже тоже около 90 или 100 рублей стоила кустик. Вот эти все баданы. А у меня их не один. Это привозила мама тоже лет 7 назад в Башкирии. Я уже рассаживала. Это абриета. Выращивала из семян. Тоже разрастется. Это гвоздика. Выращивала из семян. Косты. Это гортензии покупала. Маленький кизильник. Вот такой веточкой кто-то мне отдал. Смотрите, какая полянка седума. Почвопокровник. Это я покупала одной куртинкой. И разделила ее на три. Смотрите, уже как разрослась камнеломка. Эта варигатная. Вся лаванда по кругу выращена мной. Розы покупали с небольшими, недорогие. Сорта самые обычные. Это мне соседка отдала махровая. Гвоздика перистая. Вот такая уже куртина огромная. Баданы. Хосты. Вот эти все остальные хосты. Это все мне отдала женщина. Потому что ей сложно ухаживать. Она мне просто их выкапывала, отдавала. Это хакуранишики. Маленькая покупала. Цена вообще была адекватная. Тоже Вероника по распродаже. Волжанка. Это соседи тоже отдали, когда расформировали территорию, сад свой цветник. Это тоже одна из не супер дорогих, но ель. Вот такой чупа-чуп. Покупала маленьким. Просто купила тую маленькую. Сформировала сама деревце на ножке. Чтобы такую уже готовую купить. Даже маленькую. Это стоит, да, действительно больших денег. Я ее сделала сама. Эту форму. Хосты. Баданы. Лаванды. Та пихточка, да, она чуть дороговата. Но тоже покупала небольшим. Вот она выросла. Вся конская подстилка, которую я здесь застилала, это мне привозили с ипподрома бесплатно, потому что есть знакомые, которые помогают мне это все привозить. Дальше. Вот эти два куста сирения. Один я покупала у местного цветовода. Одну он отдал мне бесплатно. Вот эти вот там лилия, где-то еще высажены у меня лилии. Это отдала соседка мне, потому что ей не нужны. Я уже говорила, что, наверное, купена тоже кто-то мне отдал. Вот этот горизонтальный кизинник. Покупала маленьким растением. Смотрите, теперь там какой ковер цветущий с белыми маленькими цветочками. Вот эти сосны горные я покупала у местного человека, который занимается тоже растениями, хвойными. Буквально три веточки, даже не в горшке, а просто выкопанные из земли. Стоило совсем дешево, поэтому покупала. Картон, который здесь застилался, оставался от купленной мебели. Я его сохранила. И сначала картон здесь закладывала, а сверху вот эта конская подстилка. Вот эта щепа. Вот эта щепа. Я собирала сама, ездила с братом в лес. Собирала ее, ходила по лесу. Мы заталкивали все это в мешки. Я садилась в машину, в сапожок. И это я все сама лично привозила. Хвойный опад, который здесь замульчированный, тоже все собирала сама. Шишки собирала в лесу. Вот что еще сказать. Знаете, я хочу сказать еще такую вещь, что если человек захочет создать вокруг себя красоту, он это делает. И не за большие деньги. Поэтому вот такие, знаете, вопросы писать. Как вы зарабатываете? Вот я тоже живу в провинции, и я не зарабатываю такие деньги. Ну, во-первых, я их зарабатываю в городе. Конечно, живя здесь в деревне, я такие деньги не заработаю. В любом случае, у меня нет коров, там, хозяйства какое-то. Да, у меня есть куры. Излишки яиц я продаю. И по хорошей цене. Потому что куры мне выходят в содержание очень дорого. Я их кормлю, пою и так далее. Хорошими кормами. Плюс мой уход, да. Вот. У меня есть профессия. Я своей специальности училась 9 лет. И я на работу хожу с удовольствием. Я какую хотела профессию, такую я и получила. Поэтому по своей профессии я и зарабатываю деньги. А вообще, знаете, каждый живет по своему достатку. И поэтому человека спрашивают, где и как он зарабатывает. Я считаю, что такие вопросы не тактичные. Знаете, был такой случай. Я приехала к родителям. Они живут в небольшом провинциальном прям городке, можно сказать, да, в деревне. И встретила соседку. Мы с ней поздоровались, разговорились. И она говорит, ну ты там работаешь в Москве, а сколько ты зарабатываешь? Знаете, вот этот вопрос меня всегда ставит в тупик. Потому что здесь два варианта исхода. Или человек позавидует тебе, потому что озвучив свою зарплату, ты скажешь, что больше у тебя зарплата, чем у него, он позавидует. А если ты скажешь, что у тебя зарплата меньше, он в душе позлорадствует, что он больше получает тебя, да. Поэтому зачем у человека вызывать такие негативные два чувства? Этот вопрос не тактичный. Тем более чужому человеку, тем более, когда ты человека этого никогда не видел. Я понимаю такой вопрос задать своему ребенку, знать, сколько зарабатывает твой муж и так далее. Но эти вопросы не тактичны для чужих людей. Сколько, как он зарабатывает. Если он зарабатывает, значит, у него есть голова, есть знания, и он находится в нужном месте, чтобы эти деньги зарабатывать. Вот и все. А красоту можно наводить, и не имея больших денег. Можно жить в свинарнике, где у тебя везде грязь, везде какой-то мусор и так далее. А просто навести чистоту, подстричь вот так, газон, и уже у тебя будет очень и очень красиво. Даже не имея дорогих растений. Вот как вы вообще считаете? Я думаю, что так. У меня родители небогатые. Я вообще выросла в средней такой семье. В плане средний был доход всегда у родителей. Тем более мы многодетная семья. И у нас, мы всегда жили скромно, но у нас всегда было чисто. Всегда были цветники. Всегда был порядок. И к нам зайдя, у нас не было вот этого, какое-то чувство обрезгливости и грязи дома. Понимаете? Было скромно, но было всегда чисто. И это самое главное. Но цветы у мамы всегда были. Роз у мамы, наверное, больше 40 кустов. Вот при их доходе родителей, да, среднем, даже может быть ниже среднего, всегда были клумбы красивые, всегда были розы, всегда был сад. И все было у нас, понимаете? Было немножко, но все было хорошо. Вот. Так что я думаю, что я ответила на комментарии этой женщины. Я эти комментарии, конечно, удалила, потому что там они были, знаете, написаны так. Ну, я не знаю, как это слово даже подобрать. Подобрать тактично, не тактично. Но мне вот такие комментарии на моем канале совершенно не нужны. У меня канал непоучительный. Вот. Показываю все, что я выращиваю, все, что я делаю своими руками, все, что здесь на участке сделано, весь плодовый сад, все цветники, все посажено мной, все теплицы, все сажаю я и выращиваю я. Вот. Семья, конечно, мне помогает, но основную лепту в работе это делаю я. Мне это нравится. Вот. Так что будьте добрее и создавайте вокруг себя красоту. Поэтому, что вы об этом думаете? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok